Кринь стука в стену Мне было тогда 11 лет. Соответственно моим друзьям примерно столько же. Всем кроме Юльки. Он был лет на 5 младше. Маленький совсем еще. Жил он тогда только с мамой. Что случилось с отцом не знаю. Да и не мое дело это. Женщина эта, мягко говоря, странная была. Вся в каких-то амулетах, цепочках, бусах. Поговариваем ли, будто ведьма она. Именно по этой причине его не любили соседские мальчишки. Задирали постоянно, обзывали. Ну а мы, соответственно, защищали. Хороший был он парень. Добрый. Очень сильно привязался к нам. Особенно ко мне. Немаловажную роль в этом сыграло то, что наши с ним комнаты были ровно через стену. Вы прекрасно знаете, какая слышимость была в панельных домах. В общем, появилась у нас традиция. Перед сном я делал трястуку в стену. Он отвечал тем же. И так день за днем. Даже тогда, когда он перестал выходить гулять. Неделя вторая. Не выходит. Однако стучит каждый вечер. Я решил, мол, заболел он. Кстати, маму его тоже давно не было видно. Спустя ровно две недели, очередным утром, я проснулся от звуков сирен. Открыл глаза, вышел на балкон и увидел следующее. Работники скорой помощи выносили двое носилок. На одних силуэт по ткани был побольше, на других поменьше. Сердце пропустило удар. Однако спуститься на улицу я побоялся. Так и сидел дома весь день. А страшную правду узнал лишь спустя время. Оказалось, мои догадки подтвердились. Женщину с сыном нашли повешанными в квартире. Нетрудно догадаться, что мальчик самостоятельно этого сделать не мог никак. Что касаемо матери, выяснилось позже, что она была душевно больная. Но это далеко не самое страшное. Они были мертвы, давно это факт. Но все это время Юрка, и никто кроме него это быть не мог, да и не мог знать, отвечал на мой стук своим. Для меня остается до сих пор загадка, как это возможно. Как? Ведь очевидно, что он был давно мертв. КОНЕЦ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok